Ох ебать сраться, гляньте кто вернулся, и где вас черти носили. Сериал познакомит нас с довольно неблагополучным семейством Галагеров, под предводительством наркомана и алкоголика отца семейства Фрэнка Галагера, ложившего огромный болт на воспитание детей, которых на секундочку целых шесть, и по большей части за ними присматривает старшая дочь Фиона. Семейство Галагеров живет крайне бедно в крайне бедном районе и считает каждую копейку, но они не сдаются, то и дело пытаясь выкрутиться из той или иной ситуации. Что порой приводит к довольно забавным, а иногда и не очень казусам и проблемам. Так и живет семейство Галагеров, стараясь добиться чего-то большего, прилагая как можно меньше усилий. Бесстыжие! Что ж, признаюсь честно, я очень долго обходил этот сериал стороной, то и дело натыкаясь на его рекламные баннеры на разных сайтах. Но я всегда его пропускал. И смотреть я его начал, когда у него вышло уже где-то шесть сезонов. Просто случилась сериальная голодовка, смотреть было нечего и в очередной раз наткнувшись на его рекламный баннер, я решил попробовать его оценить с первого сезона. И казалось бы, ну что может быть интересного? Очередная драма про семью на пороге бедности. Но начав с первого сезона, я не смог остановиться и смотрю вот уже одиннадцатый сезон. К слову, финальный. Сам сериал является ремейком британского сериала Бесстыдники, выходившего с 2004 по 2013 год. И я пробовал начать их смотреть, когда посмотрел уже американскую версию. Но дело не ушло дальше второй серии. Просто, ну не знаю, смотреть на тех же персонажей в другой обертке я как-то не смог. Уж больно полюбился мне ремейк. Есть еще русская версия Бесстыжих, но... На самом деле интересно было на это взглянуть, но только в осведомительных целях. Интереса смотреть русских Бесстыжих у меня не было. К тому же наш вариант уж больно срезает углы. Например, в американском сериале есть персонаж Йен. Он гей. И из этого вырастает целая история его становления на фоне принятия его в обществе. В нашей версии никакого гомосексуализма. Нет, нет, в России нет геев. Наш парнишка любит женщину постарше. Че, не мог себе по возрасту тёлку найти? Мне это нравится. Ведь, напомню, у нас геев нет. Точный факт, ни одного гея. И им не надо показывать пример того, как надо принимать себя. Зато у нас есть Милфолюбы. Что, в принципе, вообще не затрагивает никакой остро-социальной темы. Американские же Бесстыжие. Это сериалы, опередившие все эти современные тренды. И попытки их не умело пропихнуть, как это, например, делает Нетфликс. Бесстыжие же уже с 2011 года умело вплетают в сюжет все современные проблемы и тренды. Например, глупо кричать, что Йен гей, потому что сейчас без этого никуда. Он был им с 2011, и вокруг этого строится его арка персонажа. Дальше у нас Фиона, олицетворение правильного феминизма. Она не кричит, что все мужики говно и ничего не имеет против них. При этом она сама способна содержать и себя, и семью. Следующий Лип, проблемы с алкоголем. Фрэнк, вообще всевозможные зависимости. Лиэм, поначалу серый персонаж, но позже начинает искать себя, интересуясь своим народом. И это до всей этой темы с БЛМ. Карл, трудновоспитываемый подросток. Ну и Дебби. Сейчас будет спойлер, поэтому лучше выключите звук. У Дебби проблемы с ранней беременностью. Все, можете включать. В общем, как я и сказал, этот сериал еще до всеобщего хайпа. Поднял на поверхность самые актуальные моменты современности. Кстати, вернемся к Фионе. По начальной задумке, это должен был быть совершенно другой персонаж. Создатели представляли ее тучиной, непривлекательной девушкой. С вечно растрепанными волосами. Пока на прослушивание не пришла красавица Эми. И персонажи не переписали под нее. Да и Фрэнка поначалу должен был сыграть Вуди Харльсон. Но из-за занятости актера был выбран Уильям Мэйси. И я даже представить не могу никого другого в этой роли. Настолько хорошо он подошел. На самом деле, все персонажи настолько естественные и живые. Что кажется, будто смотришь не сериал, а наблюдаешь за ребятами из соседнего дома. В основе сериала лежит правдивая мысль, от которой не отвязаться. Можно свернуть на другую улицу, постучать в дверь и встретить эту семью. Они существуют. Этому отчасти на руку играет отсутствие сценариев. Да, создатель сериала Джон Уэллс придерживается строгого правила. На площадке никаких сценариев. То есть, актеры заранее заучивают свои реплики и на площадке без подсказок вживаются в роль. К тому же, иногда актеры не знают, какая именно камера их снимает. А поэтому приходится всегда оставаться в образе. Неизвестно, когда оператор переключится и станет следить за тобой. Все очень спонтанно. Мало ли, где камеру спрятали. Также фишка сериала является ломание четвертой стены в начале серии. Где главный герой злится, что мы не помним, что было в прошлой серии и делает краткий пересказ. Если хотите узнать, что было на той неделе, спросите у того, кому не насрать. Но все же, как по мне, главной фишкой сериала является идеальный баланс юмора и трагедии. То есть, от некоторых моментов можно смеяться во весь голос. А от некоторых спасут только носовые платки. И главное, что все это смотрится гармонично. Но есть у сериала и минус. Большой. В последних сезонах они испортили его заставку. Поначалу, первые сколько там сезонов девять, была одна и та же заставка. Где молодые персонажи из первого сезона шалят в туалете. И пофигу, что в самом сериале они уже взрослые. Это смотрелось даже как-то мило. И напоминалось, с чего все начиналось. Но, если не ошибаюсь, десятого сезона они сделали из туалета какую-то Тардис. Со скачками во времени. То у нас тут молодой Карл, то взрослая Дебби, то молодой Йен, то взрослый Лем. И с одной стороны, конечно, мелочь. А зацепило. Просто, как знают старые подписчики моего канала, я очень люблю сериальные интро. И у бесстыжих интро было одно из моих любимых. Они вон чего натворили. Больше, как таковых минусов, я в нем не вижу. Да, под конец в плане накала страстей и динамики, сериал немного сдает. Но, если так подумать, то не критично. А поэтому, подведем итог. Бесстыжие, американская версия. Это сериал, явно выделяющийся на фоне своих аналогов с других стран. Поднимающий острый и не очень. Вот так, в жопу. Ты к этому привык? Актуальные и не очень. Проблемы обычной жизни. И где вас черти носили? Что, осиживали свои жопы дома, соблюдая социальное дистанцирование? Да, некоторые ситуации в нем порой выглядят очень утрированно. Но, в то же время, очень реально. И пускай в нем нет ни доли фантастики, или вымышленных ужасов. Смотреть его не менее интересно из-за отличного баланса. Юмора, сатиры, драмы и трагедии. От себя же добавлю, что, проведя с этими персонажами вот уже, сколько, 5 лет, они действительно стали мне как родные. Для меня он что-то вроде сверхъестественного, только от мира реализма. И пускай я смотрел Бестыжих не как натуралов с момента выхода, но все же за время, проведенное с ними, я успел к ним очень привыкнуть. А поэтому я бы и вам советовал попробовать этот сериал. И даже если до этого вы особого внимания драмам не уделяли, все-таки есть шанс, что он вам понравится. Бестыжие! Ну а на этом у нас все, и всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Также напишите в комментариях, смотрели ли вы уже Бестыжих или нет. И если смотрели, то какой вариант? Русский, британский, американский? Ну или просто напишите любой комментарий, это помогает продвижению видео. Ну а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы, если захотите, можете поддержать канал. Также в описании вы найдете подробную информацию о сериале и ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов, и увидимся в следующей серии. Пока! Давайте, давайте, вон!